Страшное ДТБ с погибшими произошло в Миасе. Автомобиль Hyundai на высокой скорости врезался в конструкцию железнодорожного моста. Машину буквально раскидало на части по обе полосы дороги. Об этом смертельном ДТП и других более подробно смотрите в сюжете. Это кадры, снятые пассажиром в начале пути. Молодые люди на кураже рассекают по городу на большой скорости. В какой-то момент водитель, видимо, потерял управление и иномарка влетела в опору железнодорожного моста. Не выжил никто. В момент аварии в машине находились 4 человека. 38-летний мужчина и 19-летняя девушка скончались на месте. Еще двоих, 23-летнего молодого человека и 18-летнюю горожанку госпитализировали. Но спасти их жизни врачам тоже не удалось. Во время расследования выяснилось, за рулем иномарки был 23-летний сотрудник полиции ОМВД по Миасу, который находился на выходном дне. А это смертельное ДТП под Челябинском. По данным ГИБДД, авария произошла на улице Березовой в поселке Малиновка. Столкнулись мотоцикл и внедорожник. За рулем двухколесного был 53-летний мужчина. От сильного удара на месте погиб водитель байка и его 54-летняя пассажирка. Шофер, который находился за рулем Ниссан, серьезных травм не получил. На трассе недалеко от Садового товарищества Вишневой столкнулись две легковушки. У обеих машин передняя часть авто превратилась в груду металла. Причины аварии выясняются. О пострадавших неизвестно. А это Магнитогорск. Водитель спешил и решил протиснуться между двумя машинами. В итоге спровоцировал ДТП. В Челябинске сбили пешехода. Наезд произошел в центральном районе. Судя по кадрам, скорая врезалась в легковушку. А уже та проехала вперед и сбила человека. На трассе под пластом вспыхнула фура. Огонь за считанные минуты охватил кабину грузовика. Справиться с огнем самостоятельно шофер не смог. Не получилось это и у проезжающих мимо водителей. Пришлось вызывать сотрудников МЧС. Пострадавших нет. Кабина грузовика выгорела полностью. А это авария на мосту в Ленинском районе. После ДТП легковушка залетела на бетонное ограждение. В итоге ВАЗ-14 модели оказался в таком положении.